Первые соревнования по спортивной ходьбе начнутся завтра в 8 часов утра. Спортсмены побегут вдоль набережной, огибая улицу Саид-Галеева. Движение на этом участке будет перекрыто до 12 часов дня. Два дня подряд. А уже 12 июля пройдет марафон и движение будет закрыто на протяжении всей Кировской дамбы. Движение откроется также в 12 часов дня. Сегодня на тренировку по спортивной ходьбе легкоатлеты вышли лишь на пару минут. Трасса, по которой спортсмены пойдут завтра, уже взята под усиленный контроль. Ее протяженность составляет ровно 20 километров. Неудобство водителям принесет лишь разворот трассы на улице Саид-Галеева. Вроде бы и участок не больше 100 метров, но закрывать движение придется на всей дамбе. Сама логистика отработана. Ограничение движения предполагается с 0 часов до 12 часов дня. Автобусные маршруты, которые шли через Кировский мост, будут перенесены на Ленинскую дамбу. Пятый трамвай будет разворачиваться на петлях на Короленко и Халитова. Движение троллейбусов 4 и 10 маршрутов и первого трамвая будет приостановлено до полудня. Необходимо будет выбирать объездные маршруты, связанные с проездом от Аркчино, от поселка Юдин, от Кировского района, в основном направлении Новосовинского и Советского района. Сложнее придется казанцам 12 июля. Трасса полумарафона протянется от центрального стадиона по Кировской дамбе и пересечению улиц Гладилова и Краснококшайской. Пять автобусных маршрутов будут перенесены на Ленинскую дамбу. Второй автобус будет курсировать от привокзальной до остановки Серб и Молот. 30-й, 44-й, 45-й и 49-й будут укорочены. Пятый трамвай будет разворачиваться на петлях на вокзале и в районе остановки Океан, а движение 4-го, 10-го троллейбусов и первого трамвая будет остановлено до 12 часов дня. В эти дни, особенно использование общественного транспорта, гораздо выгоднее и проще, в связи с тем, что на полную силу работает общественная полоса. И первые дни работы наши показали, что даже без участия сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, без регулирования дополнительных дорожных движений, наша универсиадская группа до места проведения соревнований и тренировок добирается в среднем за 15-20 минут. Кстати, что касается синей полосы на Кировской дамбе, которая смущала водителей, то это тоже своего рода разметка, только в данном случае для марафонцев.